У тебя спрашивалка не выросла, чтобы у меня что-то спрашивать. И не такой, как ты должен, у меня что-то спрашивать. Какая истерика там несется, ну и как их уже готовят к тому, что придется отдать Курскую область, например, а чего нет? Что маленькая область на фоне большой России, да и вообще оказывается Россия может проиграть. Ничего всякие пошли разговоры. Сейчас обо всем об этом подробно. Не забудьте подписаться на канал, прямо сейчас подпишитесь, жмите кнопку лайк, палец вверх, комментируйте, что я вам сейчас расскажу. Итак, давайте начнем со скандала между телеграм-каналом и военкором, значит, операция Z и Апти. Телеграм-канал операция Z сделал сообщение, как западные журналисты ходят по судже, ну то есть из Украины заехали туда, да. И не видят там ни Кадыровцев, ни Апти Лаудинова, который рассказывал, что, мол, значит, судже не сдана. И они запостили это с вопросом, как там, что там скажет Апти Лаудинов, ну, в общем, издеваются на них. И этот вылез, обделанный Апти из какого-то бункера. И говорит, это спрашивалка не выросла, я от тебя петух найду и там, в общем, и такое, дальше понеслось. Послушайте, значит, что он начесал. Я хотел сказать, вы знаете, друзья, есть военные блогеры, очень достойные ребята, которых я очень сильно уважаю. Это Семен Бегов, там много достойных ребят, я их уважаю. Они умеют делать свою работу, не лить воду на мельницу противника, а делать свою работу грамотно. В то же самое время у нас есть некоторые люди, которые называют себя военными блогерами и считают, что они являются блогерами пророссийскими, якобы. Они озвучивают так. А реально они работают на врага. Вот есть такой канал, называется Операция Z. Этот канал, он проукропский, работает на укропов. И вот тот, кто ведет этот канал, закинул туда ролик, где журналисты натовские типа ездят по Суджи и делают съемки. Он задает вопрос. Интересно, что теперь скажет Апти Алаудину? Я скажу, у тебя спрашивалка не выросла, чтоб у меня что-то спрашивать. У тебя не выросла спрашивалка. И не такой петух, как ты должен у меня что-то спрашивать. Я свою работу знаю, я ее делаю, я воюю. Понимаешь? И делаю все, чтобы вот такие петухи, как ты, не могли посеять панику в наших рядах. В рядах бойцов МО и среди мирного населения. А теперь внимание, друзья, после этого удалил свой пост. Вот он скриншот с удаленным постом Апти обделанного Алаудинова. Он уже даже в телеграмме обделывается. Это сильно, это сильно. Вообще Апти Алаудинов, надо его показать вам еще кусочек, выдал. Он говорит, конечно, жалко людей, на них вероломно напали. Да вы что, такое бывает, что берут вероломно нападают на территорию другой страны? Да вы что, плюют на границе, вот так вот танками едут? Ай-яй-яй. Послушайте его. Конечно, хочется сказать. Мне очень жалко тех людей, которые пострадали. Это мирное население, ни в чем не повинное. Конечно, наши граждане Российской Федерации ни в коей мере не ожидали, что в 21 веке их могут так вот вероломно, как говорится, напасть и убивать. Они уже думали, что это все в прошлом. В общем, показательно и характерно. Ну, вообще, у них сейчас пошла тема, значит, виноваты военкоры. Соловьев, ну, тебе продолжают воевать с Подолякой. Значит, и уже его даже сравнивают с трансгендером. То есть, ну, предателя нашего, их пропагандиста Юру Сумы Подоляка. Значит, Соловьев Лайф уже сравнивает его с трансгендерами. Нормально? Послушайте. Я еще раз говорю. Пожалуйста. Вот как только вы открываете канал какого-нибудь дегенерата, называющего себя военблогером, и там написано, по нашим источникам происходит то-то, сразу отписывайтесь от этого канала. Не надо наших источников. И когда не бывший ни на линии боевого соприкосновения, ни не служивший в армии какой-нибудь Подоляка заделывается военным экспертом, нам рассказывает. А чем это лучше, чем вот этот мужик, переделанный в бабу? И побеждающий в женском боксе. Ничем совершенно не лучше. То же самое. Вот когда мы сегодня наблюдаем в нашем информационном пространстве, это то же самое. Когда главное во время Олимпиады – это отстоять права трансгендеров. Ну и уже чтобы не просто там они словами нападают. Приняли они закон, друзья. Как раз после Курска теперь он вступил в силу, что все эти их блогеры на телеграм-каналах должны зарегистрироваться в реестре российском, раскрыть все свои персональные данные, отчитываться там чиновникам. Ну и кроме того, они могут теперь ссылаться только на официальные сообщения, на СМИ и на других таких же зарегистрированных блогеров. То есть на всякие свои источники, на других блогеров не зарегистрированных и прочее нет. Конечно, у них уже истерика, потому что они говорят, что все каналы из Украины, США, Европы, именно это они могут просить что угодно, а мы, значит, только вот эту чепуху и лапшу, которую на уши вешают. Да, друзья, именно так. Смотрите, вернее, пост, как они расстраиваются на эту тему. Ну, гайки там закручивают действительно конкретно. А почему? Да потому что все плохо. И они об этом прямо говорят. Вот Шахназаров первый сказал, в общем, давайте говорить, мол, открыто, мы-то можем и проиграть. Послушайте. Я считаю, что мы исходить все время из того, что мы должны исходить из того, что мы можем проиграть. Можем. Если дальше будут такие ляпы, мы можем проиграть. И это не пораженчество. И это не, так сказать, не паникерство. Это просто абсолютное понимание той цены, которую придется заплатить нам и нашей Родине. Понимаете? И я, кстати, напомню вам, что в 42-м году, в самые трагические дни Великой Отечественной войны, Сталин выступил с речью, в которой он прямо сказал, что мы практически проиграли. Вы вспомните слова, которые он тогда... И тогда поворот произошел. Видимо, нам нужны какие-то очень мощные стимулы внутри, чтобы у нас в головах сложилась ситуация, что будет в случае, если мы проиграем, и что с нами будет. С нами будет очень плохо. Не страны не будет, но и человечество тоже. Страны не будет, народа не будет. Посмотрите, как они рассказывают, страны не будет, народа не будет. Миллион раз проигрывали диктатуры, и народы жили после этого только лучше. Но понятно, что это народы, а не диктаторы и их приспешники, типа Шахназарова, Соловьева и прочих подонков. Этих, конечно, боятся. Боятся страшно. Другой рассказывает, не слушайте про 74 населенных пункта, занятых Украиной в Курской области. Мол, их меньше, а сколько не скажу, а вообще непонятно, и вообще никого не слушайте. И вообще закройте уши и не слушайте. Посмотрите. Во-первых, ложь про 74 населенных пункта. Люди сейчас спросят, а сколько? Я скажу, это вообще сейчас не имеет никакого значения. Это не значит, что населенный пункт захвачен. Но это же не означает совершенно ничего для нас, что мы можем говорить, что населенный пункт контролируется нами. Мне кажется, важно перефокусироваться. Это как раз не та тема, над которой следует рассуждать. Наш не наш населенный пункт. Ну и что-то похожее чешут и на других каналах. Вот они рассказывают. Говорят, не фокусируйтесь. Ну не фокусируйтесь. Ну посмотрите на карту. Ну что-то несчастная там Курская область. Ну зачем? Ну то есть разве это страшно? Тут такой, знаете, закрадывается маленький вопрос. А зачем вы со всеми своими огромными пространствами, они говорят, посмотрите на карту России, полезли в маленькую Украину, которая по европейским меркам большая, но по сравнению с Россией в 30 раз меньше. Зачем вы полезли? Ну нет. А что теперь? Не фокусируйтесь. Послушайте. Успокоиться. Ну постараться смотреть цинично, хотя это безумно тяжело, поменьше эмоций, посмотреть на карту, на карту России желательно и сопоставить с картой огромной России вот эти потерянные территории. Это очень важно. Да. Эвакуировать надо со всего приграничья. Да. Со всего. Готовиться к наихудшему варианту. Готовиться к тому, что этими территориями, дай бог без людей, чтобы вывести всех, включая старушек, придется пожертвовать. В общем, вы видите какие настроения. Особенно интересно мне, конечно, по вот этим российским телеграммам, военблогерам и прочим. Сначала они кричали, напади на Украину, крови Украину, давайте воевать. А теперь сами превращаются там полностью в рабов и крепостных. И даже слова не могу сказать про то, как эта война, которая не так призывали, идет. Бумеранг возвращается. Держим строй.